Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и сегодня поиграем в игру, которая называется Elden Scrolls Легенды. Это карточная игра, я бы назвал клон Хардстоуна. Ну что же, давайте посмотрим, что у нас из этого вышло. Ну и как я понимаю, у нас здесь заставочка. Давайте посмотрим. И они многое мне открыли. Избавь нас от сказок, старик, если только они не заострят наши копии. Предводительница умирает, враги готовятся к новой атаке, нас ждет решающая битва. Нам пора, Келлин. Мы добыли свиток, за которым пришли, а в воздухе уже пахнет кровью. Терпение, Нак. Я должен кое-что рассказать. Сказки могут делать удивительные вещи, и не важно, врут они или нет. Эту вам стоит послушать. Дело было во время Великой войны, которая едва не погубила империю. Все началось, когда высокие эльфы перебили Генком. Они назвались новым доминионом Альдмери. И прошлись по тем местам огнем и мечом. И даже захватили столицу империи. Император бежал на север, бросився, родил на разграбление захватчиком. Это рассказ о забытом герое, который изменил весь ход истории. Этот рассказ о забытом герое, точнее, обо мне. Ты вот так хотел сказать, повествователь. Ладно, что у нас идет дальше? Ну, так, темный эльф. Выберите портрет. Ага, высокий эльф, имперец, каджит, норды, орки, редгард, лесной эльф. Ну, я даже, ребят, не знаю, кого и выбрать. Давайте, знаете, что? Для пробу выберем воина. Имперец. Уроженцы Сиродила всегда были отличными тактиками и дипломатами. Так, я буду собирать быстрее карты. Ну что ж, давайте возьмем вот этого вот паренька. Ага, опять у нас заставочка. Неужели на этой земле совсем не осталось достойных воинов? Вот этот норд с виду крепкий. Выберите смертного, и его соперником будет тот пленник. Да, шикарно все здесь озвучено, анимация неплохая. Почему я гость? А, я не зарегистрировался еще, ребята. Ладно, ваш ход второй. Мне кажется, они нас в любом случае прикончат. Так, он поставил какого-то крабика. А мы возьмем и поставим ползуна. Надо же, тут еще и... А придется, братишка, придется. Фораджир. Атакуйте вражеское существо своим ползуном. Ничего, я справлюсь. Когда существа дерутся, они наносят друг другу урон. Ну, это понятное дело. В бою существо наносит урон, равный своей силе. Ну, я вам скажу одно, ребята. Туториал тут неплохо озвучен, да? Посмотрим, как там будет у нас дальше все дело обстоять. Ну что же, давайте атаковать. Так, отлично. Понятно. Как во всех играх карточных. Может быть, но не для тебя, родная-то моя. Так, тяжелая секира. Угу. Вот оно что делает, да, значит? Так, это значит на своих. 4 плюс 1. Ну, давайте сюда попробуем. 7 и 2. Атакуем. Ага, вот ты что предлагаешь. Ну что же, ребята, наша первая победа. И плюс ко всему мы получили уровень. Замечательно. Ну что же, продолжаем, ребята, играть. Что нам будет за это? Ничего. А, нет, награды за уровни. Игровые награды. Вот это хорошо, вот это я люблю. Стартовые карты в коллекции. Ага, все понятно. Улучшение завершено. Наносит 1 единицу урона. Так, а это у нас? А, ну это у нас появилось. Так, следующая книга. Наносит 3 единицы урона. Добавлено в колоду. И дает существу 1 плюс 0. Ну что же, хорошо. Приключение началось. Завершите режим сюжета, чтобы получить доступ к другим опциям. Я Тир, рыцарь Клинков. Нас двое, их десяток. А что, почти честный бой? Ну что, дорогие мои, мы перешли ко второй главе. Называется Побег. И мы приступаем ее проходить. Так, это кто у нас? Сектанты, значит, да? Ну, давайте посмотрим, что у нас за карты будут. Опять ползун. Обычно на поле боя две линии. Существа могут атаковать других существ только на одной и той же линии. Выберите линию для своего ползуна. Я-то выбрал. Но не пойму, зачем здесь нужны эти две линии? Для чего? Акалит. Так, Акалитушка, да, значит? Мне тебя не одолеть. Когда вы разместите кланового орка, он усилит одно из ваших существ. А вот это вот хорошо. Вот сейчас мы ползунато и усилим. Да против клана, да против меня. Это точно. Атакуйте Акалита, боя. Все, сгинул Акалит. Твоя смерть порадует королеву тебе. Да, что ты говоришь? А я думаю, твоя смерть ее расстроит. Очень сильно. Опять ползун. Какие-то карты слабенькие мне дают. Давайте сделаем так и в лицо. Блин, прям как в Хардстоуне. Жаждет крови. Темный адепт. Ага, значит мы его сейчас... А, вот. Ну, я так и хотел, в принципе, сделать. Он как раз наносит одну единицу урона. Так, адепта, как и не бывало. И атакуем в лицо, естественно. Блин, озвучка, конечно, меня здесь радует. Я им кости переломаю. Да что ты говоришь-то, а? Костя. Опа-на. Вот это нежданчик, ребята, был. Так, три единицы урона. Позволяет применить способность один раз. Понятно. Сейчас мы ее атакуем. Получи-ка, родная. И опять, ребята, в лицо пойдем. За зелень. За зелень. За зелень. Ну ты сказанул, а, стрелок. А что сразу? Порадуй поэтил. Так, ну здесь у него 1-1. Ребята, мы будем делать по-другому. Пошли почти побежден. Прикончите его. Прям в лицо давайте бомбанем. Не будем долго тютюкаться здесь бутылкой. Рифф уничтожит тебя. Вот здесь ты ошибаешься. Со своим Риффом. И получаем уровень, нет? Нет, не получаем. А что же нам дадут? Игровые награды. Итак, у нас дает существу 0 плюс 2. Лекарь. И огненный бес. Когда огненный бес атакует, он наносит противнику 2 единицы урона. Ну что же, неплохо. Планы у них какие-то здесь. Дурные предзнаменования. Глава 3. Начинаем, ребята. Рифф. Блин, надо меня поменять. Не хочу я быть гостем. Я хочу под своим ником играть. Это надо было говорить с самого начала, а не в середине игры. Давайте-ка беса выпустим. С камп. Ага, вот оно, значит, как, да? У меня только одна... Понятно. Давайте, наверное, патруля... Ну что ж, давайте тогда кампа звезданем и два урона нанесем в лицо. Я думаю, так будет эффективно. Так, отлично. Что он будет делать? Ага, тоже в лицо пошел. Ладно. Подлый бес. Хорошо. На беса у нас тоже найдется расправа. Он заплотит сполна. Голод. У-у-у-у-у-у. Хитрый-хитрый ход. Ребята, я еще тут с картами не знаком. Так что... И вообще, я очень слабо знаком с миром Элден Скролла. Но, думаю, эта игра меня немножко просветит. Заплотит сполна. Кстати, такое ощущение, что те же самые герои, которые озвучили Хардстоун. Озвучка точь-в-точь, как у них. Даже чувствуется голос Валиры здесь. На-ка, выкуси. Бутылкой. Так, лекарь. Ну, давайте выставим и подхилим. Легионера, наверное, скорее всего. Да. Шикарно. Блин. Ну что же, осталось у него 9 ХП. Надо как его добивать, ребята. Ничего себе, он еще и карту взял, а? Вот гнусавый. Дозорный у нас. Ну что же, будем охотника употреблять? Или все-таки вызовем... Честь и слава! Дозорного. Давайте, наверное, дозорного поставим. Стоять во имя Ярла. Плати за все. Скажи, где у тебя болит? У него сейчас везде заболит. Ну, а теперь и охотника. Мандер проклянет тебя. Добьем. Все, я думаю, шансов у него нету. Подлый бес. Я искупаюсь с твоей крови. Поздно, поздно купаться. Все, вашему хозяину Риву пришел конец. Ну, давайте еще для пущей атаки секирочку. Да что им меня все туда-то тянет? Это же на моих действует. Давай, лекарь. Бомбани. Везде. Где ты сильнее, чем я думал? Но тебе все равно не предотвратить пророчество. Грядет жатва. Прольется кровь. И мой господин повергнет этот мир во тьму. Жду не дождусь, когда я встречусь с твоим господином. И мы получаем, ребята, уровень. Третий. Сейчас должны нам, по идее, дать карты новые. Награды за уровни. И игровые награды. Ага, две разные книжки. Новичок Вейтерна. Улучшается, что ли? Ух ты, солдат Вейтерна. Ну что же, 6-2, шикарно. Огненный шар. Одну единицу всем. Болотный шатун. Ну что же, вполне-вполне приемлемо, ребята. Слова Дриморы встревожили героя. Тир предложил отправиться на север и поговорить с его подругой, чародейкой из темных эльфов, которая много знает о Дриморах. Но дорога оказалась опасной. Смотри, какое дело. Цена обычная. Деньги или жизнь. Раскошеливайся, старина. Деньжата у тебя есть. Уж я-то знаю. Денег у нас нет. А жизнь попробуй отними. Ну что же, ребята. Глава 4. Разбойничья засада. И мы приступаем ее проходить. Я так понимаю, будут у нас бандиты сейчас, да? Ага, так и есть. Поехали. Какие карты нам дадут? За каждые потерянные 5 единиц здоровья вы лишаетесь руны и берете карту. Ага, вот это что-то новенькое. Такого в Хардстоуне не было. Всем приходится платить. Это точно. И тебе придется заплатить жизнью. Давайте, наверное, мы... Нет, ползуна вызовем. Да, будет лучше так. Ах ты, уродец. Черт, подели. Да я так и понял, что они тут что-то не то замышляют, а? Давайте вызовем, наверное, патруль. Пойдется атаковать и этого. Выбор невелик у нас. Каждый раз, потеряв руну, вы берете карту. Терпение иссякло. Банарский бандит. Существа со способностью рывок могут атаковать сразу же. Вот это хорошо. Это очень хорошо, ребята. Как раз бандиты сейчас... Атакуем. И этого убиваем. Как говорится, сделали размер. Всем приходится платить. Сейчас ты у меня заплачешь. Так, у меня 4 маны. Замечательно. Блин, я даже не знаю, кого взять-то, а? Наносит 3 единицы урона. Давайте сделаем так. Чтобы он нам здесь не мешался, как говорится. Теперь атакуем в лицо. Подлечимся. Скажи, где болит. Шикарно. Получив харю. Рожа. Бандитская. Ух ты, что делает-то. Смотри, а. Да, призвал жестоких бандитов. Ух ты, как вовремя. Вы посмотрите. Хе-хе-хе. Великолепно. Теперь. Недостаточно магии. Давайте вот этого призовем. Смотри, что имя ярло. Скажи, где у тебя болит. Скажи, где у тебя болит. Его сейчас везде заболит. Так, он призывал карту. Бери деньги и беги. Бери деньги и беги. Это ты мне сказал, что ли? Ну что же. Давайте, наверное, вот этого будем атаковать и добивать его. Здесь сделаем так и в лицо. Рокер несчастный. Хе-хе-хе. Рокер несчастный. Так, давайте так сделаем. Кто против клана, тот против меня. Да, значит? Рабочий улья. Ага. 3 и 3. Давайте поставим его. В лицо. За зелень. Клинок жаждет крови. Блин, точно, как этот говорит. Мой клинок жаждет крови. В Харстоуне такое было. Лазучик. Чем мне здесь, ребята, нравится то, что это как бы для меня новенькое, свеженькое. В Харстоуне я уже знаю все. Все карты. Все озвучки. А тут для меня это новенькое. И победа, ребята, за нами. Шикарно. Ну что же, мы прошли. Жаль, конечно, не получили уровень, но тем не менее. Последний бандит, оставшись без своих подельников, упал на колени. Он сказал, что если его пощадят, то он покажет, где спрятано награбленное добро. Но торговец требовал возмездия. Ух ты, ребята, нам дают на выбор, пощадить или казнить. Уничтожает существо силой силой 2 или меньше. Давайте, наверное, возьмем стальной етаган. Пощадили мы его, короче. Милосердие вознаграждается. Классно. Тут можно, оказывается, выбор еще делать. И получаем две книжки. Легионерский щит. Страж 1 плюс 3. Солдат Квадча. Страж. Неплохо, значит, здесь тоже есть стражи. Страж Адоминиона. Стоять! Мы ищем бандита из клинков, и ты подходишь под описание. Это какая-то ошибка. Да ладно, когда это мы ошибались? Когда решили, будто мы сдадимся без боя. Вот это разговор, ребята. Ну, а я на этом буду завершать это видео. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующих сериях и продолжим играть в эту игру. А на этом все. Всем пока, удачи. И до скорых новых видео.